Здравствуйте! В эфире передача «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. Ни для кого уже не секрет, что экологию формирует человек, который, делая свою жизнь более комфортной, выработал механизм, негативно действующий на здоровье людей. И чем дольше, тем сильнее. Влияние экологии на здоровье человека схоже с влиянием бомбы замедленного действия на мир. Рано или поздно настанет конец. Более подробно о взаимосвязи экологии и здоровья человека расскажут сегодня наши гости. Атаев Расул Гаджевич, директор научно-исследовательского института экологической медицины. И Сайпулаев Арслан Магомед Запирович, заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Расул Гаджевич, первый вопрос у меня к вам. Как известно, ученые связывают увеличение онкологически больных с плохой экологической обстановкой в мире. Какова на сегодня статистика заболевания населения нашей республики? У нас в Дагестане не столь высок по сравнению с Россией. Но, тем не менее, диагностические возможности наши, может быть, несколько сейчас подтягиваются в медицине в Дагестане. И выявляемо стало лучше выявляться все эти онкологические заболевания, благодаря тому, что внедрили у нас компьютерные томографии. Везде, во всех стационарах имеются УЗИ-аппараты. Поэтому сейчас уровень онкологической заболеваемости у нас сравнивается среднероссийским уровнем. Поэтому связывать это состояние с экологией несколько еще рановато, потому что те проводимые исследования, которые у нас проводятся в научно-исследовательском институте, они не завершены. Мы изучаем различные возможные факторы риска природные, связанные с человеком, генетикой. И по завершении этих исследований мы сможем более однозначно определить, вот какие причины вызывают часто развитие онкологических заболеваний. А вообще какие основные факторы влияют на здоровье человека? Влияют множество факторов. Если брать результаты экспертов Семейной организации здравоохранения, их можно распределить на такие большие группы. Образ жизни нам обеспечивает 50% здоровья человеку. Значит, в зависимости от того, какие вредные привычки появляются соответствующие заболеваниям человека. Вот влияние экологии занимает всего на все 20% по здоровью человека. А влияние наследственности тоже 20%. Единственное низкое влияние на здоровье человека – это развитость медицины вообще на местах. Поэтому медицина не столь большую роль играет в профилактике, в формировании болезней и так далее. Вот основная у нас беда – это образ жизни. Значит, появление различных привычек у человека, нарушения в диете. Часто наше население сейчас становится как бы в плену у телефонов, у телевизора. Очень много у нас ожирений появляется, сахарного диабета в связи с тем, что мало двигается население. В основном ведут сидячий образ жизни, питание улучшилось. И поэтому у нас появляется сейчас каждые 8 лет удваивается число сахарных диабетов и ожирений у нас в республике. А вот экология все-таки. Какое загрязнение экологии причиняет наибольший вред человеку? Ну, если взять экологию городов, то наибольший вред наносится человеку свинцом, выхлопными газами, которые у нас загрязняют атмосферу городов. Это больше всего приносит вреда здоровью населения. Но в то же время иногда появляются вот такие отдельные причины, которые могут вызывать, скажем, отдельные заболевания. Вот в 2016 году известное отравление кишечными инфекциями. В октябре-ноябре месяцах были госпитализированы более 2000 человек в стационарах и там были пролечены. Махачкалиатные взятые. Поэтому таких отдельных, локальных, конечно, повышений заболеваемости, связанных именно с экологией, может быть, это беспечностью некоторых специалистов, которые должны были следить за этой обстановкой. Ну, пока их меньше, ну, конечно, надо принимать меры, чтобы их не было в треть больше никогда. Как известно, 80% своей жизни мы проводим в зданиях, а в помещениях, как правило, воздух значительно хуже, чем на улице. Как обезопасить себя от вредного влияния окружающих предметов, в состав которых входят в основном химические соединения? Эта проблема у нас с каждым годом все становится более актуальной, так как у нас вся домашняя обстановка, начиная с отделки, с тем, вообще здания, которые выделяют огромное количество многих вредных веществ, мебель, первые несколько дней, вообще даже несколько недель полагается проветривать помещение после того, как устанавливается новая мебель, так как очень много выделяется вредных газов из клея, из которого собирается вот эта мебель. И возникает очень много аллергических реакций. Но в быту очень часто используют различные моющие средства. Эти моющие средства очень агрессивны для кожных покровов, хозяек, которые пользуются этими моющими средствами. И в ваннах, когда моются, или вместе с моющими жидкими средствами содержится очень много агрессивных веществ, которые вызывают большей частью поражение печени, легочной системы, покровных тканей кожи именно контактным методом. И вот эти именно моменты чаще всего приводят у нас в поражение этого населения, которое находится в домашних условиях. Естественно, мы здесь сразу учитывать невозможно влияние домашней пыли. Все это вместе с этими вредными газами, и домашняя пыль значительно ухудшает функцию легких, слизистых оболочек, появляются опять-таки непонятные затруднения дыхания, слезоточивость и другие проявления. Поэтому рекомендуется в основном хотя бы несколько часов побывать на свежем воздухе. И не просто постоять или где-то находиться на побережье моря, а интенсивно двигаться. При этом и одновременно человек и закаливается, и находится за пределами этих вредных бытовых факторов. И, наверное, и проветривать помещение. Естественно, всегда надо это делать. А к каким последствиям приводит загрязнение воздуха? Загрязнение воздуха в основном приводит к проблемам дыхательной системы, потому что мы, выдыхая все эти газы, вызываем такие заболевания, как бронхиальная астма, хронический бронхит, различные аллергозы носовой полости, вот такие болезни в азомоторный ренит, его, наверное, называют аллергический ренит. Значит, вот эти заболевания, они являются пусковым моментом таких хронических болезней, хронические обструктивные болезни легких, которые практически не излечиваются. Это подарок нам всю жизнь человеку. И приходится очень долго его лечить, и государство, и семья этого больного тратят большие суммы для того, чтобы этого человека вот как-то поддержать в таком состоянии ремиссии, скажем, вне обострения. Ну, аллергическое заболевание тоже, как известно, оно тоже не излечивается, такая как бронхиальная астма, вазомоторные рениты. Чтобы не вызывать вот такие проблемы у себя, надо стараться больше проводить на свежем воздухе людям вне помещений и без контакта с этими аллергенными моментами, химикатами. Ведется ли контроль за состоянием воздуха, воды и продуктов? И вообще, кто занимается этими вопросами? Ну, действительно, без контроля определить те проблемы, которые у нас есть, тяжело. И поэтому, наверное, больше, чем об контроле, больше надо говорить о мониторинге, который надо проводить. На федеральном уровне определен федеральный орган исполнительной власти, это Росгидромет по Российской Федерации. У нас в республике ихний филиал, Дагестанский центр мониторинга окружающей среды, который должен проводить весь комплекс мониторинга окружающей среды, на основании чего предоставляется экологически достоверная информация населению и для органов власти, для принятия управленческих и хозяйственных решений. Как должном уровне он не проводится. Ну, параллельно ведет, конечно, управление Роспотребнадзора по республике Дагестан и управление Россельхознадзора по республике Дагестан в части соответствует экологическим санитарным нормам именно продуктов. А вот воздух, вода, наши почвы, наши отходы, наши зеленые насаждения, это весь комплекс входит именно экологический мониторинг, который должны проводить. И вот буквально мы недавно, как мы все знаем, было у нас подписано соглашение между республиками Дагестан и Татарстан о взаимодействии и обмене опытом. И мы недавно посетили Республику Татарстан, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Татарстан, где мы увидели и уже хотим у нас внедрить региональный экологический мониторинг. То есть у них существует территориальная система наблюдения за окружающей средой. Ежедневно они проводят мониторинг воздуха, воды, почвы, зеленых насаждений и отходов. И статистика ведется, и в любое время любой гражданин может обратиться и узнать, какой воздух, например, в Махачкале. На данный момент, надо сказать, у нас такого нет. Раньше было, наверное, вы все помните, где-то пять постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Махачкале. Ввиду того, что Росгидромет и Дагестанский центр, они уже практически на последнем дыхании, они тоже практически не работают. На данный момент никто на сегодняшний день не может сказать, какой уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Махачкале. Это очень опасно, мы не можем принять меры. А какой он? Он, конечно, у нас загрязненный, ввиду того, что и количество автомобилей, и вот, как Олега сказал, и превышение. Практически в год в Махачкале и по республике мы практически в выброс происходит где-то 200 тысяч тонн. Из них 80% это выхлопные газы автотранспорта. Ввиду того, что у нас практически не осталось такой промышленности. У нас есть промышленные регионы Российской Федерации. На это влияет загрязнение атмосферного воздуха и уличное наше покрытие. Контроль ведет, Роспотребнадзор. И мы рассчитываем, что мы введем у нас в республике тоже такое же территориальное наблюдение. Для этого, наверное, нужно какое-то спецоборудование. Да, вот в Татарстане у них в Министерстве природных ресурсов 8, то есть 9 даже станционарных лабораторий и 9 выездных автомобилей, которые ежегодно все города Татарстана ежедневно наблюдают. Мы сейчас договорились с Министерством природных ресурсов Татарстана, что на неделю к нам приедет их выездная лаборатория и проведет в наших городах пробы, отберут атмосферного воздуха и нам даст такую информацию, насколько у нас загрязнено, насколько превышаем мы ПДК. То есть мы уже будем какую-то реальную информацию дать. А у нас как такого сейчас нету. Это очень важно на данном этапе у нас. А вот на ваш взгляд, чего не хватает дагестанцам для того, чтобы улучшить экологическую обстановку в нашем регионе? Ну, дагестанцам, наверное, в первую очередь вести себя так, чтобы не загрязнять природу, как это указано и Конституцией Республики, и Конституцией Российской Федерации. Но в то же время мы наблюдаем, что не столько дагестанцам, столько надо власти, в первую очередь муниципальной, принять меры, чтобы дагестанцы могли свои реализовывать конституционные права, сохранять ее. А сами дагестанцы, конечно, должны обращать внимание, как они ведут себя с водой. Закрывать, наверное, вовремя краны, пользоваться там какими-то веществами, которые не загрязняют те же водные. Вот как коллега обозначил, все это китайская продукция. Она не расщепляется. Она, мы знаем, у нас нет практически очистных сооружений. И все это идет через канализационную сеть, все наше море. А в море мы летом сейчас будем купаться, дети наши. Могут глотать воду, могут дышать. Поэтому надо чуть вести себя так, насколько возможно, не вредить. Да, а с КОРом что происходит? Вот то же самое КОР мы недавно обсуждали в городе Махачкеле. Ужасная ситуация там, ужасная практически. Ну, опять-таки, мы можем там, я уже предлагал коллегам с администрации города Махачкеле, мы можем всеми НДР, граждан, отключить их от канализации. Но опять-таки, встает вопрос, почему власть не обеспечивает централизованную канализационную сеть, чтобы гражданин мог подключиться и платить, соответственно. Ввиду того, что ее нету, а участки раздали официально, они построили, а вопрос стоит перед гражданином, а куда я должен сбрасывать? Вот они решили туда. А чтобы другое предложить, и принять меры в отношении них, и административные, и уголовные какие-то, то власть должна сперва создать систему канализации там, наверное. Каким последствиям может привести вот такое безразличное отношение к экологии? Ну вот, коллега, как сказал, это самое страшное в нашей республике, а в основном Махачкеле, это водные источники наши. Мы видим каждый день, каждый день, что идут какие-то отравления, фиксируют Минздрав, фиксируют Роспотребнадзор, все фиксируют. Тяжелые болезни. В основном мы переживаем за, конечно, детское население, которое восприимчиво к этим болезням. Тем более мы видим, какая ситуация и в городе, и в республике с водными источниками. Кипяти воду, не кипяти, бесполезно. Очень тяжелые, эксперты дают оценки, неблагополучная экологическая ситуация в водных ресурсах. Но в то же время я хотел бы сейчас вам озвучить, вот сейчас недавно председатель правительства Республики Дагестан Артем Алексеевич дал поручение, над этим работает целая группа применей ЖКХ и строительства Республики Дагестан, завтра уже будет обсуждаться у председателя правительства именно реконструкция и расширение наших канализационных сетей и очистных. Практически поставлена задача руководством Республики через два года полностью исключить сброс загражденнейших весь веш в Каспийское море. Полностью оборудуем город Махачкала, город Паспийск, канализационной сетью полностью замкнутой и очистными сооружениями, в том числе и на северной части, и на южной части. Это вот строительство вот этих сетей возобновится, да? Да, 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 буквально мы должны по поручению вот Владимира Владимировича и Владимира Абдуальевича обращался, и 1 сентября мы должны представить весь проект и уже приступить, наверное, к работе этой. Всем известно, насколько важным является влияние зеленых насаждений на улучшение атмосферы. Известно также и то, что в связи с массовой застройкой дагестанских городов зелени у нас осталось очень мало. Что делается для того, чтобы как-то улучшить эту ситуацию? Да, эта проблема тоже актуальная стала у нас последние 3-5 лет. Если мы раньше ее не замечали, вот как раз таки, вот как вы подметили, именно массовая застройка ведет к этому. Элементарные примеры. Именно вот уличная сеть, где должен быть газон, застраивается чисто под... Вот обычный частный дом, из нее там переоборудуют под автомойку, впереди, который был газон, накрывают бетонным покрытием и начинают машинизовать. То есть каждый день мы сокращаем площадь зеленых насаждений каждый день и вырубаем в том числе посадок. Мы фиксируем администрации города Махачкалы компенсационных. Чтобы фиксировать, да, вырубать надо где-то старые деревья, что-то производство идет, расширение дорог идет сейчас. Это тоже немаловажно для города Махачкалы. Но в то же время надо компенсировать зеленые насаждения. Мы знаем кислород, что для нас значит. Смысл от этой весь стройки, если не будет здоровья у людей, жить как в этом городе. Поэтому пока администрация города Махачкалы не настолько важна относится к этому вопросу. Это тоже мы фиксируем. Мы говорим об этом и обсуждаем каждый день в администрации. Пока как бы работа особо не ведется, да? Как таковой, как должно быть, нет. Однозначно. А вообще какие меры в целом принимаются для улучшения экологической обстановки? Сейчас это канализационный сброс у нас были. Уже пошла работа. Я уверен, что поставленная задача через 2-3 года мы решим ее. А в остальном, конечно, и уборка города. То, что вот санитарная уборка. Не столько твердокоммунальные отходы, которые надо вывозить бочков. А в большей части санитарная уборка наших улиц, тротуаров, лотков, автобусных. Потому что вся, которая не подметается улицей, все начинает под утро у нас подниматься в связи с автотранспортом. И это все содержится вместе с выхлопными газами в приземистом слое, это трехметровый. Это все мы дышим, этим однозначно. Если кто-то думает, что администрация города там или кто-то другие не подмели, это останется. Нет, это все отражается на нашем здоровье. И там надо поработать, но администрация уже начала принимать меры. Там надо отметить, что вот передали сейчас муниципальному управлению горзеленхоз, и работа более интенсивно пошла. Уже администрация взяла под контроль этот вопрос. Приучать человека к экологической культуре необходимо с самого детства. Нам известно, что вы ведете большую просветительскую работу в этом направлении. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да, эта работа ведется, и у нас, как мы все знаем, есть закон Республики Дагестан об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры. На основе чего должны действовать все органы власти, в том числе и муниципальные, и общественные организации, в том числе и научные. Конечно, большая работа проводится. Мы, проводя эти уроки, видим, что дети заинтересованы, иногда даже лучше знают проблемы, чем некоторые профессионалы и эксперты. То есть чувствуют на себе и начинают задавать вопросы, иногда даже неудобные, которые власть мы не смогли в течение периода 50 лет обеспечить наших жителей, чтобы они могли складировать нормально свои отходы, которые человек хочет сделать так, чтобы не навредить соседу другому. Поэтому там проблемы есть у нас в части организации. А вот части просвещения мы ведем, однозначно, это с нашими школами. Кстати, мы сейчас вот буквально, Дагестанское региональное отделение партии «Единая Россия», у нас есть там партийный проект «Здоровое будущее», где замкнуто и здоровье человека, и экологическая составляющая. И запущен экологический урок, всероссийский интернет-урок, где уже участвуют 320 школ. Там четыре акции «Вода и здоровье», очень сейчас проходит «Наши герои», там «Сдай батарейку» и еще одна. И вот одна акция завершилась, и двое наших детей, школьников с Хива и с Кайтакской района. Сейчас мы отправляем на экологическую смену всероссийский лагерь «Артек» в Крым. То есть учиться на экологическую смену, то есть партия «Единая Россия» и работает, и министерство тоже вкупе. Но чуть больше надо усилить главам администрации районов, городов. Для чего? Потому что наши школы-садики в подчинении, как мы знаем, городов, районов. Там не министерство только образования, мини-природы, а именно им. И вон там именно на сельском уровне, на городском районном уровне надо, тем более уже эти полномочия переданы главам, как раз по экологическому образованию, закреплены за ними. И там надо. Мы проводить будем в любом случае эту работу дальше тоже. Наша передача подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? У нас в Дагестане не осталось сейчас чистых вод. Ни подземных вод, ни наземных вод, ни никаких вод, которые мы подаем через централизованные сети. Поэтому совет такой всем. Любую воду, откуда бы ни брали, обязательно надо кипятить, прежде чем использовать питание. Значит, и с другой стороны, необходимо постоянно заботиться о своем здоровье. И вот эти экологические моменты, что касается химии, их очень много у нас в питании. Поэтому поменьше необходимо использовать различные соки, различные, особенно кола, содержащие напитки. Там вообще ничего натурального нет. Чистая химия. Что касается воздуха, да, у нас из всех городов России первые десятки, значит, Махачкала среди запыленных городов. Пыли очень много в нашем воздухе Махачкалы. Поэтому, чтобы меньше было проблем с глотанием этой пыли, безветренную погоду побольше выходить к берегу моря. Надо как-то вести свой образ жизни так, чтобы меньше было курения, чтобы алкоголь меньше использовали. Лимон, вот это цитрусовые, наносят огромный вред здоровью населения и каждого отдельного человека. Поэтому ими увлекаться нельзя. Есть основные продукты, которыми надо питаться человеку. Это обязательно должна быть белковая составляющая в этих продуктах, овощи, фрукты. Это являются основными. Если это касается каких-то других продуктов, то зерновые, цельнозерновые, различные каши и крупы, эти можно использовать. Но поменьше уменьшать крахмал, содержащие продукты. Такие, как высшего сорта муки продукты, рис высокой очистки, манную кашу и картошку. У детей продукты, крахмала надо уменьшать в рационе питания. Тогда меньше будет и отрицательного влияния этого питания именно на здоровье человека. Ну, в первую очередь, хотел бы поблагодарить вас, Республиканское наше телевидение, которое постоянно освещает эту проблему, что важно достоверную информацию предоставлять гражданам, чтобы знали все это. И, конечно, беречь природу, относиться к природе более бережно, показывать своим соседам, иногда выезжать без автомобиля на велосипеде. Все вокруг себя сделать так, для себя понять, чтобы не навредить и природе, и соседу, и близким. А так, я, конечно, желаю им здоровья, и мы, как власть, будем обеспечивать и обеспечиваем те конституционные права, которые мы расписаны в законодательстве. Большое спасибо вам. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашей программе. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Продолжение следует...